Гамарджоба Генацвали, Герузия идет к мировому господству, правда у нас пока 1600 год до нашей эры и тут монголы снизу всячески угрожают, тем не менее, вторая серия прохождения на божестве, Сидмер Стивилизейшн 6 Газерин Сторм, карта Расщепленный Фрактал, Старый Мир, в общем, вроде должно быть сложно. Если вы не видели первую серию, то лучше к ней перейти, ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу она появлялась. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. Ну а давайте продолжим, в общем-то мы вышли в нормальный век, в античности у нас нормальный век, то же самое касается Китая, а вот у Монголии золотой и это значит, что будет влиять своей лояльность. Ну, салагу мы не в темном, тогда вообще было бы жопа, нас бы очень сильно отвалилась. Ну давайте, наверное, монументальность возьмем, сейчас будем районы строить явно. Так, подходим потихоньку, перекрываем проходы, если вдруг решит парень на нас нападать. Тут ведем сюда город ставить, давайте глянем, что тут с лояльностью. Ну, благодаря тому, что Виктора посадили, лояльность тут есть. Куда бы мне этого прачника, наверное, вот сюда можно будет поставить и там, если что, апнуть в лучника. Видите, у него уже сколько районов стоит. И Сиань, и... ой, священочка, и развлекательный район. Китай в Америке, блин, континент Америка, кстати. Да, если вот видели, вот видите, у меня стоит мод на реальное изображение великих людей. Он у кого-то 24 очка великого ученого. 21. Не, ну это не может быть от районов, это, видимо, проекты используются. То есть, нереально. Видите, в остальных там плюс 4, идет плюс 2. То есть, они тратят производство. Какого-то плюс 40. То есть, кто-то уже нанял, наверное, ученый. Смотрите, во-первых, пророков, как пророки были быстро разобраны, да? О-хренеть. О-х-ре-не-ть. Это вот вам божество. О, Кабул. Отлично, политическую философию ускорили. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. Так, я тут сюда иду. Нет, давайте я постою, полечусь разведчиком. Для начала. Давай, судостроение еще не открывается. Давайте я, наверное, прачников уже доделаю. Три штуки. Чтобы уже армия все-таки у меня была хоть какая-то. Тут с компьютером, клювом по поводу армии лучше не щелкать. Потому что, а тем более, имея монгола... Ну, мне повезло, конечно, с расположением, что тут нету степей, по которым он притыгдымкать ко мне может своими... конями. О-о-о. Что за чудо хоть? Морские боевые юниты, оказавшиеся на северных клетках... О-о-о. Вообще, как раз для моего этого... Так, давайте, наверное, тогда навигацию по звездам откроем, раз мы чудо нашли. Ускорили астрологию, соответственно, навигация по звездам у нас уже была ускорена. Так. Тут тоже, кстати, какой-то похоже на островок. Но это китайский. Это китайский островок. Получает повышение. Ну, прикольно, если захочу кого-нибудь смотреть, атаковать. Видите, монгол с моря не берется, он не ставит города на море. Даже еды пока нету в Кутаисе. Я хочу сберечь деньги, надо клетки выкупать. Эту, эту, эту. Здесь бы еще вот сюда военный лагерь поставить. И просто все, можно забыть про монгола. Он уже ничего не сделает. Ну, пока не меняем ничего. Пока ничего не меняем. Так. Ну, наверное, пока Виктора прокачивать мы не будем. А кого нам взять? Блин, надо подумать. Наверное, все-таки пингалу, конечно, все. Четыре. Рэппингалу в Телави посадить вообще. Телави медленно будет расти пока. Ну, там мы амбар-то я дострою когда-нибудь. Давайте на Рэппингалу в Телави. В Телави, кстати, звонил герой Мимино. А попадал в Тель-Авив. Если кто помнит фильм. Так, что, возьмем? Давай, наверное, к перемещению возьму, а не к морским юнитам. Хочу побыстрее исследовать. Что у меня тут морские юниты? У монгола не будет. Варвары тут вряд ли появятся с этой стороны. Так, в Кутаисе надо... Ммм, вопрос. Амбар или монумент? Монумент или амбар? В любом случае, тут пока еды нету на клетках. Поэтому лучше монумент, чтобы клетки быстрее добавились. Тем более, это и будет минус... Ну, против лояльности от Монгола действовать. Монголия только сейчас пантеон принимает. Бог медицины. Охренеть. Хорошо это не у меня. Бедный Китай. Прям видно, как все сгорело, нафиг. Так. Идем в гавань. Так, тут я хочу производство делать. Ой, блин, я хотел... Ладно, сначала поэтому производство, потом плантацию... Ну, ладно, даже производство, потом обработаю овец, потом плантацию. Надо было, конечно, сначала плантацию. Культура все-таки капает. Сюда идем в прачника. Все, там не проплыть. А, нет, это не остров. Все-таки был. Давайте глянем, сколько городов у... У Монголии четыре, у Китая уже пять. А у меня все еще три. Ну, я на армию все-таки потратился. Армия тут нужна. Как... Что, не говори. Армия... Ну, же, видите, я восемь юнитов уже настроил. Восемь. Так, открываем мечников. Нет, еще не открываем. Давайте навигацию по звездам откроем, и потом откроем обработку железа. Так, этого прачника тут оставлю. Вылечился скаут. Может, все-таки судо... Ну, давайте обработку железа, и потом судостроение пойдем. Вот так. О, гвешка желтая. Отлично. Я просто хочу переправиться как минимум. То есть у меня уже вот этот поселенец будет сюда город идти ставить. И потом я еще одного, наверное, в Тбилиси построю сразу, чтобы сюда поставить. Ну, и все, у меня закончится расселение. Просто негде будет города уже ставить. Слушайте, раз у меня такая армия, может мне все-таки пойти к... Ну, блин. Канди сейчас будет отваливаться. Мне бы Канди захватить и тут город поставить тоже. Конечно, минус 5, но минус 5 это если я просто город ставлю, да? Как у меня будет Канди, то они будут влиять. Вообще, Вавилон красиво. Ну, Вавилон, во-первых, за горами, во-вторых, его монгол будет хорошо отбивать. Канди, у Канди явно союзник Китая. Нет, нет, не союзник. То есть ему, наверное, пофигу будет на Канди, да? Канди, конечно, круто союзить, чтобы, видите, он дает реликвии при открытии каждого нового чуда природы. Но я через религию не играю. Поэтому смысл. Так, тут со строителя. Начнем. Шалка нет у холмов. То есть у меня, ну, вот этот, например, я апнул в лучника, и он нормально будет работать отсюда. А вот этот, даже апнутый лучником, он не может никого обстреливать. Ладно, пойдем просто в Кутаиси, так ли. Встану тут, чтобы засвечивать территорию, чтобы тут уже варвары не появились. Эх, не пройти. Может, через войну? Он меня проатакует только стеной, да? Давайте, наверное, объявлю ему войну. Блин, 50 претензий создаст. Я думал, претензии будут только если... Ну, блин. Не хотелось бы упортить отношения с Китаем. О! А что это монгол уже дружелюбие проявляет? Что происходит? А, он симпатизирует цивилизациям со слабой кавалерией? Странно. Ну, давайте дружбу. И делегацию туда. Ну, вот и все. Уже можно не бо... Ладно, раз я не боюсь больше монголов в ближайшие 20 ходов, то надо Канди захватывать. Ну, в общем-то, я не буду Бандар-Брюнею войну объявлять. Мне надо таран открыть. А это каменная кладка. А это надо камень вот этот быстрее обработать как-то. Давайте я, наверное, этим рабочим пойду вот каменную кладку. Обойдусь пока без пшеницы как-нибудь. Так, амбар тут готов. Отлично. Блин, может мне каменную кладку так открыть? Три хода всего лишь. Мне нужна, если я хочу Канди захватывать, мне нужна каменная кладка для тарана и обработка железа, чтобы апнуть дуболомов в мечников. Без мечников оно не берется. Да и в лучников, наверное. А деньги откуда брать тогда? Что у нас тут вообще стоит на поселенцев и на юниты? Так, что у нас с правительственной площадью? Правительственную площадь, кстати, можно вот здесь делать. Да. Так, хорошо, что в тылаве тогда делаем? О, кампус плюс три, кстати, смотрите, здесь за счет барьерного рифа и два тропических леса. Отлично. Тут, кстати, тоже будет кампус. Вот тут, если я сюда город поставлю, то тут кампус на плюс три тоже. Давайте, короче, сюда город. Тут кампус. И здесь кампус. Пойменьше, просто топические леса, чтобы я не вырубил случаем. Блин, ну я не знаю. Давайте, наверное, строители еще тогда тут пока. Я сейчас поставлю теху, поставлю правительство, карточку на строителей. Мне надо обрабатывать. Тут я, наверное, построю посело, потом гавань, потом опять посело. Ну да, Каспий так. Не особо, конечно, расти будет. Тут Акведук нужен. Надо пытаться сейчас их юниты выдавить подальше. Чтобы не мешались. Блин. Я сейчас не хочу тратить деньги. Мне деньги нужны на апгрейд юнитов. Поэтому не буду выкупать эту клетку. Казбек. Так, я на четверке играю, то он может извергаться на две клетки. Так, в Тбилиси-Телави. Так, надо будет, наверное, из Кутаиси отправить. Караванчик. Гавань открыли. Так, ну... Наверное, пока все-таки античную республику возьму. Так, плюс 30% к строителям. Тут два влияния. Наверное, содержание юнитов уменьшу. Потому что пока... Два золота. Это будет два золота просто. А содержание юнитов это плюс 4 золота, считайте, должно быть. Сейчас глянем. Да, плюс 4. То есть это выгоднее, чем от караванов. Пододвигаем юниты. Так. Тут из Кутаиси. Или из Телави. Слушайте, давайте я из Телави... Мне тут не нужны так сильно дороги. А вот Телави мне надо отъедать. Что там пингало будет. Давайте еще строитель, а потом гавань. Гавань плюс 4. Как вам? По-моему, красиво. Так, в Тбилиси. Гавань. На плюс 3, да. И... Политическую философию. Надо военную традицию, конечно же. Не, я успею ускорить камин на этом. Давайте обработку железа. Откроем. Пингало сел. Ну, это плюс 15% к науке и культуре. Соответственно, как можно больше город должен быть. Чтобы пингало максимально. Ну, смотрите, у этих уже 33-33. Грузия в отстающих. Блин, у него мечники уже в Ганде. А-а-а-а. Ну, это... Блин. Блин. Ну, это, наверное, не берется все-таки. Что, у меня 2 мечника только будет. Ну, и 3 лучника, да. Но вот эти пикинеры, они слабы против... То есть у них штраф как раз. Я же их строил против монголов. Да. Всех мечников сразу практически апнул. Ладно, все равно надо повоевать. Все равно надо повоевать. Попрокачивать юниты. О, Бандар Брюней хочет. Не, давайте, нет. Мы лучше там какого-нибудь первого посла, например, отправим. Поэтому давайте в Кутаиси пока. Так. Стрельбу из лука. Блин, надо было мне сюда встать. Ну, смотрите, какие... Надо будет какую-нибудь полярную экспедицию отправить ко всем этим ребятам. Куда мне важнее идти? Наверное, мы сюда в бронительную тактику. Тут стены... Грузинские дешево строятся. Так, стрельбу из лука надо открывать. Таран надо строить. Так, таран. Что там, таран? Когда находится рядом с городом, атакующие юниты ближнего боя наносят полный урон городским стенам. А... Асадная башня вообще игнорируются стены. Мне надо сначала эти вот всех ребят... То есть надо сейчас объявлять войну, стоя тут. Сносить... Блин. Сейчас вот апну в лучников. У меня уже денег на апгрейд не будет дальше. Сносить... Объявлять Канде войну. Сносить... Те юниты, которые есть. Так, каменная кладка ускорена. Ее открываем. Колесо нет. Верховая всадники нет. Судостроение. Сносить... Что мы тут обработаем? А, пойдем кофе обрабатывать. Да. Так, пока стоим. О, блин, сколько тут руинок, да? Раз, два, три. Сюда было бы классно добраться. Да, но я тут в отстающих, конечно, буду. Блин, уже почти 500 армия у вангола. Класс. Блин, я бы тут хотел... Вот против варваров здесь как-то свою галерку попрокачивать. Так что Тбилиси. Давай-ка Тбилиси на рост. 4-4. А так все равно, да. 4-4. Телави. 8-1. 2-3. Так, значит, в Телави давайте в очередь ставим Таран. А, еще не открыто, не открыто. Ладно. Так, Таиси тоже не особо растет. На производство. Ну, тут мы 2 рабатских лодки поставим, уже жилье появится. Кстати, а вот здесь кампус-то на плюс 3 делается, между прочим. Угу. Не, ну... А, я пока отменю гамма, я сейчас подумаю, что строить следующее. Так, надо... Поставить, что у нас тут кампус на плюс 3. В этом месте. Хм, здесь плюс 3. Ну, тут, понимаете, тут очень призрачные плюс 3, потому что извергнется... А, нет, не призрачные, это ж горы. Фу-ты. Нет, тогда нормально, нормально. Единственное, что у меня нет денег выкупать эту клетку, и Вавилон может сам ее выкупить. Надо объявлять войну, убивать ему... Дуболомов. Слушайте. Так, здесь, значит, таран. Начинаем. Ух ты, храм Артемиды могу построить. Может, слушайте, может попробовать храм Артемиды все-таки построить? Я ведь... Да не, ну кто-нибудь угонит. Это просто... Жалко тратить производство, на самом деле. Ох, таранчиком мы как-то канди лупанем. Так, ну, пора, наверное, войну объявлять. В принципе, тут леса же нету, да? То есть, у меня луки будут... Атаковать, если что. Так, как мне тут лучше... Так. Так. Блин, мне надо как-то три лука поставить. Ну, что-то не получается. Ну, ладно. Объявляем войну канди. Я, конечно, потеряю... А, пленим. А, и Китай с ним... Отлично. Ноль претензий. Очень в тему. Так, ну, нам надо канди захватить вместо Китая, конечно. Как здорово слушать. Тут прям... Надеюсь, мечники как раз туда... Так, тут я стою, жду возможности апнуться в мечников. Ну, то есть, деньги мне надо. Так. Шо обрабатывать? Ну, пойдем, наверное, рис обработаем пока. Так, а, не-не-не, кофе, кофе. Кофе, кофе. Так, здесь что? Тут у нас есть холм, да? Тут надо вырубить лес как раз на таран. Нарисовано как будто океан, но могу проплыть по какой-то причине. Лично этим ходом как раз Китай объявил войну канди. Так, ну, мне надо как-то его захватить, используя Китай, который будет его уничтожать. Так, в Талаве нужно жилье. Которого у меня пока нету тут. Так, чисто на производство. Переключимся. В Кутаисе нужна пища. Ну, он сам выкупит клетки, я надеюсь. А, ну, тем более я тут сейчас обработаю черепашек. Так, ну, посмотрим, посмотрим. Это, кстати, очень в тему, что Китай напал на канди. Я, кстати, наверное, этого посела поведу сюда сейчас, а не плыть наверх. Военная тактика ускорилась. Это мы уничтожили врага при помощи копейщика. Это он убился об копейщика. Здорово, здорово. Так, дальше что мы делаем? Так, ходим. Так, ходим. Убьет ли он мне мечника? Вопрос. Если он так, так я не должен. Если я сейчас встану в защиту, не должен убить. Я не хочу вперед двигаться, потому что я тогда под обстрел канди попаду. А копейщик против мечника очень хреново стоит, как вы видите. Так, готов таран. Сюда его двигаем. И начинаем, наверное, стены строить. Или не надо мне пока стены. Строителей. Строителей. Строителей никогда не бывает много. Так, наверное, вот так сделаем пока. Я, наверное, тут сразу с гавани начну. Да, коммерческая. Ну, троечка, чтобы было хоть в одном городе. Я надеюсь, там как-то Китай все-таки канди напрягает. У него много было юнитов, но... Так, тут, конечно, с гавани. Нет, подождите. Ну, подумаем, гавань. Или амбар мне поставить. Ну, блин, пища сейчас появится. Нет, давайте гавань. Пища сейчас появится. Ну, я имею в виду жилье, жилье. Так, главное, чтобы мне не убили сейчас вот этого дуболома. Не убьет, отлично. Давайте, может, пока с поселенцев уберем. Не, мне надо после... Мне тут надо... Я думаю, мне тут надо будет поселенца строить в следующем. Гавань достроится, строим поселенца. Кофе. Все еще не с кем торговать. Ор, тут есть. На черепахе. Давай. Мне еще и заплатят за это, прикиньте. Отлично. Так. Удовольство до экстаза довели. Так, вот тут меняем местами. И этого апаем в мечника. Отлично. Так. Шахты делаем. Нос вообще в талаве обрабатывается. Правильно, правильно. Так, и вот две клетки. Так, мне надо бы... Строительство открыть. То есть мне нужны лесопилки. Водяная мельница. А еще я где-нибудь водяную мельницу могу построить? Нигде не могу, потому что у меня нету нигде реки. Ни один город на реке не стоит. Ну почему город вот эту клетку обрабатывает, а не вот эту, например? Странно, согласитесь. 8 в ходу. Ну я тут обработаю, появится жилье, тогда я переключу на рост. Пока пускай тут производство будет. Не, будет здорово, если я захвачу Канди. Тут поставлю город, я бы, наверное, еще и Вавилон захватил. То есть у меня вот реально будет такая империя от моря до моря. А тут озеро. Это все озера. Там какой-то проход есть. Очень бы хотелось видеть... Ооо, пошло Канди по... Так, слушайте, ну мне как-то надо туда пробираться, блин. Так. Сначала мечником атакуем. Вот так. Так. И подходим луком. Так. Пошли обрабатывать рис. Ну, тут явно надо будет, наверное, вот эти... Да, наверное, этот тропический лес сразу вырублю. Это явно для... Акведука. Тут акведук, наверное, тут промышленную зону. Так, предварительно. Это можно его прямо сейчас вырубать уже. Так. Что я хочу строить в Каспии? Может, правительственную зону и построить? Ну, блин, надо клетку выкупать тогда неохота. Давайте, наверное, амбар. Да, амбар хорошо здесь будет. Так, этот... Чего строить? Этого строителя куда? Ну, это, наверное, вот сюда вырубим лес. Но все равно кампус нужен будет. Так. Теперь могу здесь на рост поставить. Видите, жилье появилось. Кофеечек. Варил ночами очень крепкий кофеечек и бегал по больнице хохоча. Будил больных. Вот настоящий наслаждение я. Источник. Так. Блин, ну меня очень не нравится, что там канди так быстро уже падает. Надо как-то... Блин, мне бы с монгола как-то денежек попросить. Вот ты за этот ресурс хочешь мне... О, сотка. Отлично. Слушайте. Так. И золото... И золото в ход прям все готов. И еще и... О. Четыре. Готов. Пять. Отлично. Вот мы и деньги нашли на апгрейд. А, правда у меня тержелеза не хватает, да? Две единицы. Ну, следующим ходом смогу мечника этого апнуть. Блин, ну просто я хочу поспешить канди захватывать. Может подходить к копейщикам уже потихоньку. Он только обстреливает. Я не думаю, что он меня... Сейчас, кстати, постой. Мне вот интересно, кого будет к... О. Бразилию встретили. Здорово. Нет. Нет, чувак. Железо, извини. Нет. Железо самому нужно. О, он уже в осаде канди. Да, и он вот так... Блин, обстрелял меня город. Так, ну я пока подхожу. Я апну следующим ходом. Тут лечимся. Лечимся. АПН. АПН. Подойду. Если что, я смогу вылечиться, разграбив ферму. Вот эту. А, слушайте, тут канди убил юниты Китаю. Судя по всему, отлично. Пока это все очень неплохо выглядит. Так, значит, тут вырубаем. Так, здесь идем сюда вырубать. Этого парня, что у нас в Тбилиси, обрабатывается. Блин, ну мне надо, короче, с этими уже все клетки, которые... Ну, вот еще крабы, правда, поплыли крабов обрабатывать. Но, в принципе, мне нужно лесопилки открывать. У меня все клетки, возможно, и практически обработаны. Ну, давайте, предположим, вот этот холм вырубим. Так, в общем, я тут буду стоять, ждать появления варварских кораблей. Ничего интересного. Ай, что ж в Талаве строить? Ну, наверное, кампус, наверное, уже давайте строить, раз... Я бы, конечно, гавань построил, но... Мне в Талаве больше нечего строить. Строить или нету смысла сейчас строить себя? Все, что я мог, я обрабатываю. Так, раз у меня есть деньги, давайте... Выкуплю вот эту клетку, это важно. И пока все. Пока все. Хотя могу это, наверное, еще выкупить. А почему город, наверное, почему он... Это, кстати, глюк, он, скорее всего, растет на самом деле. Потому что он не может не расти с двумя еды одним жителем. Он сейчас, наверное, как раз в два жителя станет. Так, сейчас стенка упадет вообще. Это здорово. Так. Да, видите, вырос до двух. Это вот такой глюк. Если вы иногда встречаете, что пишут, что город не растет, хотя по всем параметрам должен, это глюк. Атаке. 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 Блин. Наверное, мечником надо добивать, а этого апать. Подходим. Правда, в отсутствие стен мне теперь таран не нужен. Знаете, против юнитов ближнего боя плюс 10. Апаем в мечника. Ну, выглядит так, что я должен канди забрать. Выглядит все так. И я хотел идти в строительство, да? Давайте подумайте. Ну, мельницу я точно не могу построить нигде. Нету смысла открывать. Верховую езду нет смысла открывать. У меня нету лошадей. Вместо денег? Да, давайте в строительство. А, ну, через верховую езду. Видите, придется. Так. Тут обработаем рис. У меня пока нету жилья. Так сделаем. Тараном стоим. Тут, значит, ждем варваров. Может, на автомат поставлю пока. Не знаю. Тут мне уже нечего. Ну, сплавает эту, откроет. Мачу-Пикчу кто-то построил. Вавилон, Бандар-Бринэ. А кто союзник Вавилона? А, бразилец. Так, а китаец, собственно, бразильцы еще кого-то знают. А монгол? Бразильцы тоже еще кого-то. Так, следим, следим за Канди. Не знаю. Тут кто-то, наверное, обстреливает его. Да, катапульта. Ой, как здорово. Китаец с катапультами обстреливает Канди. И, соответственно, я его просто... Мне даже не надо особо... Отлично. Мечники. Ну, давайте от дальнобойных... Хотя тут... Нет, не будет дальнобойных. Вот тут сейчас я беспокоюсь за своего копья. Но, я думаю, он против двух мечников выстоит. Тем более, что я ему плюс 10 взял прокачку. Так, как мы тут поступим? Наверное, так. Так. И этим подойдем. И он катапульта вообще... Мне кажется, Канди, может быть, даже следующим ходом можно будет взять. Таран бессмыслен. Против Канди сейчас у меня нету стен. Еще раз повторю. Так, этот у нас сюда лес вырубать идет. Подожди, а тут у нас тоже холмы? Тоже холмы. Давайте мы вот тут вырубим лес, а этим сюда вырубим лес. Амбар построен. Можно расти. Растем. Два хода. Так, так, так. Зашибись. Вот тут, наверное, уже время купить клетку и построить правительственную площадь. Тем более, что я сейчас буду на нее вырубать лес. Так, смотрим. Тбилиси. Производство. Рост. Телави. Ну, тут строительство надо открывать, конечно. Нормально, нормально. Все, все хорошо. Хотя, давайте, наверное, купим все-таки тут клетку с... Хотя у меня нету жилья. Пока. Просто и смысл, мне эта клетка с овцами. Так, ну вот сейчас очень важно захватить Канди. Не знаю как. Вот это надо строительство оборонительных зданий и строить везде стены. Так, ну в любом случае подходим. А ему, кстати, нечем захватывать Канди. То есть я, в принципе, могу... Если не получится сейчас... То можно на один ход отложить это дело. Хотя должно получиться, мне кажется. Так. Так. Половину сносит. Должно получиться. Твою мать. Ну, ладно. Следующим ходом. И юниты меня не должны убить, вроде как. Пингалу качну на науку. Так. Дальше. Оборонительная, военная. Это я поставил. Стены. Что дальше? Куда пойдем? Ну, пошли в госслужбу. Я не буду пока чудеса никакие строить. Крабик. Ну, вот, типа... Хотя одна клетка... Один ход. Ладно, давайте я под... А, и так четыре, и так четыре. Лучше так. Подожду. Сам выкупит этих овец. Китаю нечем просто захватывать город. Это все стреляющие юниты, понимаете? Блин, я опять в нормальный век, что ли? Выхожу. Ну, все. Канди закончилось. Отлично. Еще и фидализм ускорил за счет ферм. Так. Ну, вроде даже не отваливается. Круть. Так, монумент. Чиним. Амбар чиним. Все на производство. Город сохраняем. Хотелось бы, конечно, Вавилон захватить, но вот Вавилон как раз как-то тяжеловато, по-моему. Так, давайте, наверное, зал для приемов. Храм предков. Трон вождя, конечно, прикольно. Производство на 20% увеличивается на 5 ходов, когда вы захватываете город. Но вот что-то меня больше тут не видно. То есть Вавилон мне будет очень тяжело взять. Тут мне Китай помог. Так что зал для приемов давайте лучше. Или кампус, блин. Зал для приемов поможет мне расти. Ладно, зал для приемов. Будем науку с жителей получать, а не с кампуса. И опять пингалу давайте на ценителя. Все-таки, что культура, что наука важна. Так, давайте, наверное, сходим... А, я тут не пройти. Видите, я даже не могу Вавилон нормально к нему расположиться. Вот если бы у меня был подход снизу хотя бы. Ну что, вернемся сюда тогда пока. Тут там скоро дружба закончится. Так, давайте мы с Китаем продолжим дружбу. Отлично. То есть пока с Китаем войны не будет. Хотя у него 718 силы. 700, блин, 18. Наверное, имеет смысл тут немножко выкупить клеток. Нет, тут жалко. Ну, тем более, еще с Китаем хорошо дружить на божестве. Потому что мы тут не можем чудеса никакие построить. Все вместо нас строят. Так, значит, куда мы? Прямо на геотермалочку. Кстати, а почему нет? Это, кстати, неплохая идея. Прямо на геотермалку ставить. То есть у вас мало того, что... Она сохраняется, она никуда не девается, когда вы ставите на нее город. То есть у вас будет плюс 2 к кампусу. Так еще и соседство от центра города добавится. Соответственно, кампус вот здесь будет на плюс 3. Павелон, конечно, хороший город, лучше, чем Канди. Потому что тут уже два района есть. Наука все-таки. Давайте тут шахту сделаем. И после строительства в инженерное дело. Я как раз древние стены построю. Мне тут очень нужен акведук. Блин, 720 силы Китай нафигачил юнитов. Зачем? Зачем тебе столько юнитов, Китай? Опомнись. Остановись. Остановись, опомнись. Поселенец. То есть этот сюда идет. И мне все-таки... А, слушайте, а что я стою тут? Скаутом уже давным-давно судостроение открыто. Давайте, наверное, маяк. Потом поселенца туда. И мне нужен, наверное, какой-то юнит на этот остров. На всякий случай, если варвары появятся. Канди побежден. И еще неизвестный город-государство побежден. Фух. Великая Грузия расширяется. Э, мне нравится. Пока моя империя. О. Блин, чуть-чуть, да? Не хватает. Три хода. Три хода. Не хватает и не хватает. Четыре очка. Ну, великого человека мы никакого не получим. Слышите, а храм Артемиды так никто и не построил, да, до сих пор? Тут надо просто стоять, чтобы варвары не появились. Ставлю юнит в город, чтобы лояльность не падала. Если вы ставите сильнейший город, сильнейший юнит в город, то это добавляет лояльности. Ну, тут, правда, у него города так расположены, что не особо влияет. И Канди довольно большой, шесть жителей. Это вообще больше, чем в любом моем другом городе. Вообще норм. Так, а что хочет Вавилон? Военный лагерь. Тяжелую колесницу и торговый путь проложить. Ну что, наверное, надо Бандарбрюней союзить, мне кажется. То есть, отправлять туда два посла и караванчик. Видите, тут гавани заканчиваются. Сейчас еще один караван появится. Да, наверное, так и сделаем. Так, первый посол. Поселенца пока оставляем. Это оставляем, это оставляем. Отправляем первого посла в Бандарбрюней. Ну и в Вавилон. То есть, я Бандарбрюней выполню задание. А Вавилон хочет только... Военный лагерь, кстати, я все-таки хотел бы тут построить против Монгола. Когда-нибудь. Кампус завершен. Ну, что, давайте, может, выкупим клетку на гавань. Вопрос, куда? Давайте здесь. У меня тогда будет две клетки для морских чудес. Соседство-то везде одинаковое, фиговое. Да, жалко. Не хватает мне. Ну, я не знаю, где мне еще взять. У меня не получится нигде больше... Добыть очки эпохи. А, видите, Китаю не нравится, что я союжу города-государства. Ну, еще послов вообще туда посылаю. В принципе, послов посылаю. Ну, двадцать ходов. У нас с ним дружба. Ну, восемнадцатом уже осталось. То есть, можно... Давайте так поплывем. Мне кажется, быстрее будет к этому острову добраться. Надо вот это место занять. Чтобы тут город можно было поставить. А то тут юниты Китая. Ходят. Колобродят. The four building blocks of the universe are fire, water, gravel. Можно было бы попытаться, но видите, тут несколько аж тех надо открыть, чтобы вот выйти в Хевсур. И получить... Очки эпохи. Ну-ка, ничего интересного нету, я так понимаю. Сюда бежим. Какие-то сплошные озера. Край семи озер. На всякий случай. Варвары все равно могут вот тут появиться все равно. Поэтому на всякий случай. Просто на всякий случай. Так, на производство. Переключаемся. Тут уже не надо. Так, древние стены готовы. Маяк. Деньги храню на покупку сразу караванов. Что-то не залучено нигде. Можно отлучить. Все равно семь ходов. Тогда лучше оставить это. Потому что тут все-таки черепахи дают науку. Как удачно. Китаец все-таки Канди захватил. При том, что он любит почему-то дружить. Ну, то есть у них прописано такое поведение. Но при этом... При этом он пошел их захватывать. Странно. Блин, поселенец идет. Если он когда-то сейчас бахнет тут в город, очень-очень будет плохо. Мне вот это было бы идеально иметь. Так, куда он может его поставить? Блин, у него куча мест, куда он может поставить. Ну, что там? Не появляются никакие... Морские юниты, что ли? У варваров что за фигня? Давайте здесь еще шахту. Тут постою, чтобы не мог сюда поселом пойти. Так. Кампус. Нормального кампуса нету нигде. Вот эти водяную мельницу могу уже строить. Давайте древние стены здесь построим тоже в Канде. Китай когда-нибудь да решится напасть. Ну что, сюда прыгнет поселенцам. Бразилия объявляет войну Бандар-Брюнея. Блин, убери юниты, тварь ты, китайская. Ну, началось средневековье, а серия закончилась. Я думаю, как раз хорошая идея закончить серию с выходом в следующую эпоху. Спасибо, что смотрите, не забывайте комментировать и играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо.